За 9 месяцев этого года в России зафиксировано более 85 тысяч случаев ковид у детей. 67% из них приходится на подростков. Чем опасен ковид для ребенка, как уберечь его от этой инфекции? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Спанченко. Здравствуйте. Готовьтесь звонить доктору. Я передаю трубку дежурному врачу нашей скорой телевизионной помощи. Сегодня это Сергей Китайчик, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы, а также главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по инфекционным болезням. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Добрый вечер. Весной мы все были уверены, что детям ковид не страшен, что они им не болеют. Сегодня информация уже совершенно другая. Если я не ошибаюсь, то в июне из вашей больницы был выписан месячный малыш, который прошел лечение от ковида. Уже не один месячный. С июня не один уже. Ну а какая ситуация на сегодня, как много болеет детей? И какой процент выздоровления может быть? Ну, давайте сразу скажем, что ковид – своеобразное инфекционное заболевание, до конца еще не изученное, коварное. Мы только на пути изучения этой инфекционной патологии, я имею в виду во всем мире, в том числе и в России. Что касается детей. Детей мы бы выделили таким образом. До школы, начальные классы и старшие классы. Начнем с маленького возраста, дети раннего возраста, дети первых 5-6 лет жизни. Ковид у них протекает или бессимптомно, или в виде носительства, или в легких формах, совершенно без осложнений. При этом я хочу сразу сказать, эта инфекция в этой возрастной категории крайне редко дает какие-либо очень тяжелые осложнения, которые свойственны для более взрослых. В первую очередь для пневмонии. Поэтому пневмонии зарегистрированы, в том числе и в Российской Федерации, и первоисточники это в Китае, и в Соединенных Штатах Америки. Очень-очень мало. Если вообще брать ситуацию, то где-то около полумиллиона детей заболели на всей планете. И при этом летальность составляет 0,1%. То есть очень низкая, слава богу, летальность у детишек. У детей до 6 лет. Да, до 6 лет. Берем следующую категорию. Категория более старшего возраста. Прослеживается следующее. У этих детей тоже ковид протекает достаточно легко, но уже более в тяжелом варианте, в том плане, что у них иногда выстреливают достаточно серьезные осложнения ковида, проявления ковида с поражением центральной нервной системы, с поражением бронхолегочной системы. Как правило, это дети, у которых есть фоновые заболевания, которые уже подготовлены, к сожалению, своими болячками, которые были, к осложнениям от ковид-19. И, наконец, старшая возрастная группа. У них прослеживается воспаление легких, пневмония. Они, конечно, легче протекают, чем у взрослой категории, старше 25 лет, но все равно достаточно тяжелое поражение. И вот в нашей больнице уже зафиксированы случаи, когда к нам поступают подростки, достаточно уже большое количество этой категории детей. У них тяжелое пневмония с поражением легких от 30 даже до 50%. И достаточно серьезно и тяжело протекало. Но, по счастью, протекает опять, по сравнению с взрослым населением, значительно легче. Они не требуют той серьезной кислородной поддержки, они не требуют, не дай бог, неинвазивной искусственной вентиляции легких и так далее и тому подобное. Вот я бы так разбил эти категории детей. Поэтому сразу мы с вами говорим, что дети, по счастью, с учетом пока изучаемых процессов при ковиде, меньше восприимчивы к этой инфекционной патологии в плане тяжести и агрессии этого заболевания. Сергей Михайлович, я хочу напомнить, во-первых, тем, кто только что подключился к нам, что сегодня в студии программы «Звоните доктору» Сергея Китайчик, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы. И при этом мы говорим о детской больнице, но на сегодняшний день детская больница работает как ковидный госпиталь и лечит не только детей, но и взрослых. Да, мы и взрослых лечим, и детей, в связи со сложившейся ситуацией. Так вот, все-таки я не прошу, конечно, у вас каких-то процентных цифр. Как часто детям требуется госпитализация? Это все-таки исключительные случаи? Я думаю, что не более 5% детей, в основном это фоновыми состояниями, требуют госпитализации по клиническим показаниям. Все остальные госпитализации – это чисто больше эпидемиологическое значение. Ну, например, коммунальная квартира, например, дети из закрытых учреждений, ну, в плане детский дом, там, дом малютки, там, и так далее, и тому подобное. Это дети, которые имеют серьезную хроническую или остро возникшую в этот момент ситуацию, ну, скажем, лейкоз, скажем, у ребенка имеет место быть тяжелый сахарный диабет, ожирение и так далее. Да, они требуют госпитализации. В основной своей массе, по счастью, еще раз говорю, не настолько серьезно, как у взрослых протекает ковидная инфекция. Но это не значит, что у них, у этой категории детей, не могут быть осложнения. А какие осложнения бывают у детей? Ну, в первую очередь, от пневмонии, безусловно, причем тяжелый. Я уже говорил, что подростки 14, 16, 11 лет у нас уже проходят с поражением легких от 30 до 50%. А это уже тяжело, это кислородное голодание, это, естественно, дыхательные недостаточности. Это поражение центральной нервной системы у нас прошел ребенок, у которого поражение в виде энцефалита. Вот этот ребенок у нас находился на искусственной вентиляции легких. Этот ребенка мы лечили, вылечили, слава богу, ребенок ушел от нас вылеченную. Наконец, это у нас ребенок, который имел фоновое состояние, который в течение почти 6 дней находился тоже на искусственной вентиляции легких. Отложение было в виде и отек головного мозга, тяжелой пневмонии. Тоже, слава богу, вылечили и тоже ушел из нашего стационара живым. От ковида не умер. Вы лечите и детей, и взрослых. Методики лечения разные, препараты для детей другие? Значит, методика, схема, принцип лечения один, что для взрослых, что и для детей. Но препараты, используемые во взрослой практике, они до 18 лет в острых состояниях противопоказаны. Поэтому там немножко другое лечение. Но сам принцип, который на сегодняшний день уже определенный всемирной организацией здравоохранения и методическими рекомендациями Министерства здравоохранения, остается, в принципе, один тот же. Сергей Михайлович, не могу не спросить, есть методические рекомендации, есть схемы лечения? Как часто все-таки приходится варьировать, отходить от них, изобретать что-то свое? В плане лечения ковидной инфекцией, слава богу, уже девятые методические рекомендации, уже десятые будут методические рекомендации. То есть по мере того, вот за эти, вот мы в феврале месяце работаем на ковидной инфекции, за эти вот месяцы, меняются представления об использовании тех или иных препаратов, улучшается их арсенал, увеличивается их арсенал, слава богу, мы изучаем это инфекционное заболевание, и с тем самым что-то новое обязательно возникает в плане. А вот по отхождению, как вы говорите, безусловно, методические рекомендации, это не такая уж прям вот догма, безусловно, там возникает, например, сахарный диабет, естественно, требует определенной коррекции, более другие какие-то способы лечения, чтобы больного спасти жизнь, вот, но только если какие-то осложнения, связанные с фоновым состоянием у больных людей. 202-11-22, это телефон прямого эфира, вы можете позвонить в нам в студию, сегодня на вопросы отвечает Сергей Китайчик, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по инфекционным болезням и по совместительству руководитель ковидного госпиталя в настоящее время. По поводу иммунной системы, ну, известно всем, что детский организм обладает лучшими, наверное, защитными силами, нежели иммунитет взрослого человека, но что касается ковида, опять-таки мы все слышали, что хороший иммунитет иногда может как раз быть врагом. Я понимаю, здесь я немножко с вами не соглашусь, что у детей иммунная система лучше, чем у взрослых. Есть особенности разных, опять, возрастных категорий, когда иммунная система еще несовершенна. Это, в первую очередь, дети первых шести лет жизни, особенно дети до года, у них несовершенна еще и иммунная система, иммунный ответ. Но пока в стадии изучения, почему ковид вот так вот, там определенные рецепторы бронхолегочной системы, определенные рецепторы иммунной системы, у детей, по счастью, в какой-то степени не восприимчивы к действию данного инфекционного агента. Пока сейчас это все в стадии изучения. Есть определенные теоретические выкладки, уже появляются практически. Я думаю, что где-то в течение года мы будем уже понимать, как все это и почему у детей иначе протекает. Вот. Что касается иммунного ответа, он у всех одинаковый. Что у взрослого, что у ребенка, перенесшего ковид. Безусловно, вырабатываются антитела, если это форма. И в зависимости от тяжести процесса еще и количество их вырабатывается. Насколько продолжительный иммунитет? Эта тема дискутабельная. Ряд исследователей из разных стран дают разные точки зрения. Но в целом это где-то, по крайней мере, на полгода считает, что защиты хватает после перенесенного ковидного воспалительного процесса. Насколько это пока реально? Еще раз говорю, все находится в стадии изучения. Я, собственно, заговорила про иммунитет с вами, планируя задать вопрос. Если ребенок, ну давайте после шести лет, да, имеет хорошую иммунную систему, то как быстро они выздоравливают, как быстро справляются дети с болезнью? Я думаю, что дети в течение, если все идет безфонового ребенка, нету тяжелого соматического поражения, того или иного плана, то я думаю, что в течение 70 дней, как и при обычной вирусной инфекции, с ковидной инфекционной патологией, врачи справятся. Сколько на сегодняшний день, какой самый длительный период лечения у кого-то из ваших пациентов, взрослых, например? Ну, у детей я вам назвал, они достаточно быстро выписываются. А что касается взрослых, опыта наших коллег, конечно, значительно больше. Это больница Середавина, это пятая Тольяттинская городская больница. По нашему опыту, который мы сейчас имеем, самый длительный процесс, у нас находился больной почти два месяца в стационаре. Вот, ушел благополучно из больницы, выздоровевший от ковида. На сегодняшний день находится несколько больных, которые уже за месяц. За месяц. Ну, вот один больной находится уже практически полтора месяца. Я думаю, что как раз приблизится к цифре два месяца. После этого мы надеемся его выписать. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас можно задать? Да, пожалуйста, слушаем вас. Вы знаете, у меня, у сестры, сын 10 лет, болеет ковидом. Причем болеет достаточно тяжело, учитывая, что у него бронхиальная астма с детства. У него сейчас уже буквально на днях диагностировали почти 50% поражения ежедневно. Предлагают и госпитализацию врачей. Но вот сестра не решается, потому что госпитализирует его одного, а ребенок тяжелый, и она беспокоится, кто будет за ним там ухаживать. Потому что дома, понятно, она обеспечивает ему весь уход. Есть ли какие-то варианты, может быть, в исключительных случаях, когда очень тяжело болеет ребенок, положить маму в больницу вместе с ребенком? Возможно ли это? Да, спасибо за вопрос. Как вас зовут? Ольга, меня зовут. Значит, Ольга, отвечай на ваш вопрос. Дети госпитализируются в стационар только в сопровождении родителей. Это правила, установленные уже давно. Поэтому ребенок, если действительно 50% поражения, установленный ковид, да даже если 50% не ковидный, то есть это воспаленный легкий, обязан находиться в стационаре. Тем более, вы сказали, бронхиальная астма, он угрожаемый. В любой момент может начинаться очень грозное осложнение с легочной сердечной недостаточностью. 100% ребенок должен находиться в стационаре, а мать будет рядом с ним, если он не требует реанимации. Если в реанимации, тогда, естественно, период, пока будут выводить из крайне тяжелого состояния, он будет находиться без мамы, но там тоже есть определенные варианты. Но если ребенок находится дома, то я думаю, что там надо посмотреть, какая сатурация, какие у него биохимические анализы. Если он не требует реанимационной помощи, он будет находиться обязательно с мамой. Другого не дано. А до какого возраста тогда? О каких детях мы говорим? До 15 лет. До 15 лет госпитализируем. Мы госпитализируем. Это вообще, по-моему, здорово. Давайте сейчас... А житель какого района? У нас нет уже сейчас звонка. Все, да, жалко. Надо срочно госпитализироваться. Ну, я думаю, что ваш ответ услышала? Женщина, которая звонила и примут какие-то... Мне тоже душа заболела, поэтому там срочная госпитализация. Давайте сейчас посмотрим наш медицинский дайджест, узнаем, что произошло в медицинской сфере региона за то время, пока мы не виделись, то есть за прошедшую неделю. В Центральной районной больнице Большой Галушицы готовят к открытию новый инфекционный госпиталь на 70 коек. Завершается газификация, оборудование шлюза, завозят медикаменты и средства защиты. В регионе разворачивают стационарный коечный фонд для долечивания больных коронавирусом и пневмонией. Цель реабилитации – восстановить функции дыхания, физическую активность, преодолеть стресс. Всего планируют создать 700 мест. Пациенты, проходящие лечение от COVID-19 дома, получают бесплатные лекарства. В Самарскую область поступило более 14 тысяч упаковок препаратов. Больным их доставляют медицинские работники. Жителей области просят не заниматься самолечением. Заместитель министра здравоохранения Татьяна Сочинская рассказала, что прием антибиотиков создает неоправданный ажиотаж и ухудшает эффективность лечения от коронавируса. Сумма административных штрафов за нарушение ограничительных мер достигла 12 миллионов рублей. Почти 90% всех штрафов присудили юридическим лицам, халатно относящимся к сохранению общественного здоровья. Это программа «Звоните доктору» 202-11-22, телефон прямого эфира. В нашей студии Сергей Китайчик, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы. Сергей Михайлович, а какие инфекции больше всего детские беспокоили инфекционистов в доковидную эпоху? Они и сейчас беспокоят. Они никуда не ушли, они в этом мире живут. Просто сейчас все внимание на ковид. Но первое – это, безусловно, остро-распроторную вирусную инфекцию детей, особенно детей раннего возраста, когда наступает поражение бронхолегочной системы, обструкции, бронхиты тяжелой, пневмонии. Это грипп. Мы живем сейчас в преддверии гриппа. Это грипп. Причем, опережая, наверняка, зададите вопрос, что для ребенка опаснее – грипп или ковидная инфекция. Откуда вы знаете? Вы смотрели вопросы, которые… Это все задают вопрос. Я просто опережаю. Я догадываюсь, что этот вопрос будет задан. Сразу вам говорю, что для нас в детской практике опасен больше грипп. Дает более грозное осложнение, более ярко протекает. И особенно у детей младшего возраста. Сергей Михайлович, прежде чем вы продолжите, давайте послушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос такой. А можно ли в период сейчас такой сложной пандемии можно ли сделать прививки детям от инфекционных болезней и не повлечет ли это ослабление иммунитета? Или как это повлияет? Не знаю. Значит, на сегодняшний день определяет, безусловно, все участковый доктор в плане того сроки вакцинации, чтобы не пропустить эти сроки. При некоторых прививках, если сроки пропущены, то, соответственно, вакцинация уходит просто в небытие. Можно прививаться, можно делать прививки, потому что есть инфекции, которые обязательно требуют вакцины профилактики. Это столбняк, это дифтерия. Никто еще эти прививки не отменял. Как, впрочем, и другие. Другое дело, насколько ребенок в этот момент здоров, окружение семьи, насколько в этот момент здорово, и все определяет именно участковый доктор. А мы с вами говорили об инфекциях, которые беспокоят инфекционистов. Назвали ОРВИ и грипп. И, наконец, это инфекции, связанные с поражением центральной нервной системы. Это различные менингиты, разные теологии. Это энцефалиты, разные теологии. Они, безусловно, были, есть и будут. И они тяжело протекают. На сегодняшний день это вот наиболее. Ну и, наконец, нас всегда беспокоит. Это острая кишечная инфекция у детишек. Впереди холодное время года, активация ротовирусной инфекции у детей, особенно у детей раннего возраста, которая приводит к обезвоживанию, соответственно, с поражением органов и систем разного характера. Ну и, наконец, это сальмонеллез, дизентерия. Поэтому могу одно сказать. Эта инфекция передается только через грязные руки, через некачественную пищу. Поэтому что нужно защищать ребенка? Соблюдать санитарные, генические правила. Как, впрочем, и при других инфекционных заболеваниях. Опять не знаю, есть ли у вас вопрос, но я бы так сказал. Детям, в том числе и маленьким детям, не надо сейчас. Не только это с ковидом связано. Милые и дорогие зрители, это не с ковидом связано даже. Не надо сейчас детей водить туда, где массовое скопление людей. Там, где у нас с вами массовое скопление детей, надо сейчас поберечь. Мы вступили в пору подъема острых респираторно-вирусных инфекций. Поэтому не надо ходить в различные торговые центры. Не нужно ходить и водить детей на определенные мероприятия, где массово скапливаются. Там могут быть больные дети. Дети заболеют не ковидом. Дети заболеют гриппом, вирусной инфекцией. Поверьте, это так же тяжело протекает. Ковид даже легче у детей протекает, чем те инфекции, которые я только сейчас вам назвал. Послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Опасное, тревожное время. Магазины закрыты. Ветер, нельзя ходить в центры. В фитнес-центры работают, но там что-то еще соблюдается. Почему? Открыты все в бассейне. Плавают все. И пожилые, и молодые, и дети. Во всем бассейнах, и в фитнес-центрах, и в санаториях, и в Чкалово, и в Самарском. Все вместе. Это правильно или нет? Ответьте мне, пожалуйста. Да, мы услышали ваш вопрос. Спасибо большое. Здесь, видимо, ваше мнение интересует. Правильно это или нет? У нас есть областной штаб, где четко определяется позиция санитарно-эпидемиологической службы согласно той эпидемиологической ситуации. И, безусловно, губернатор Самарской области, который ежедневно осуществляет мониторинг этой ситуации по закрытию того или иного направления общего массового скопления. На мой взгляд, можно пока ходить, но при этом четко соблюдая определенные правила. Соответственно, больным туда ходить не надо. Соответственно, используя дистанцию, безусловно, используя масочный режим, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, не дай бог, если понадобится, будет все это закрываться. Безусловно, будут более ограничительные меры. Но, на мой взгляд, пока не настолько это, ну, есть в этом необходимость. Раз заговорили о способах заражения, вот нашла такое исследование. Случаи передачи COVID-19 от ребенка к ребенку редки, а значит, осенью можно не опасаясь открывать школы. Это весной заявили инфекционисты из университета штата Вермонт в публикации журнала «Педиатрикс». Так вот, случаи… Но, тем не менее, мы же видим, что в сентябре с началом нового учебного года заболеваемость пошла вверх. По поводу случаев заражения от ребенка к ребенку. Ну, давай так, сразу с вами говорим. Наиболее угрожаемый, я вам сказал, возраст – это подростковый. Поэтому штабом Самарской области принято решение пока перевести на дистанционный. На дистанционный, да. Менее восприимчивый. И в этой категории детей ничтожный процент тех больных, которые, не дай бог, вот заболевают с COVID-19 инфекцией. Еще путь передачи не воздушный, а капельный. Маленькие дети, соответственно, капельки эти падают, они падают не на кого-то, а вниз. Поэтому они маленького роста по сравнению со взрослым. И так даже брать контакт. Но я образно говорю, вот таким образом, при соприкосновении. Поэтому и мы наблюдаем, что среди категории до пятого класса у нас практически очень крайне редко встречается там 0,001% заболевших. Поэтому я думаю, правильное принятое решение. Дети до пятого класса учатся в обычном режиме, приходят, спокойно обучаются. Более старшие, которые более восприимчивые. Им пока сейчас, на сегодняшний день, решением штаба, ну, дистанционное обучение, не говоря уже о студентах. Вот это вот я вам могу сказать, что дети здесь меньше восприимчивы. Именно категория детей первых четырех-пяти классов. У нас есть звонок, алло, здравствуйте. 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 Здравствуйте, слушаем вас. Я бы хотела вашему гостю задать вопрос. У меня вот как-то сложилась ситуация. Я 10 ноября температурил, кашлял. Короче, вызывали гостя, приходил врач. Выписал, это как идет. Но сделал возначение, но настолько быстро, что я даже ничего не успела его узнать. Он мне про диагноз вообще ничего не сказал. Просто выписал возначение, антибиотики и там еще что-то. Но у меня сосудствующие, как это, заболевания. У меня онкология и трехкосудистая кашель. Я перервана на сердце. Я вот сегодня уже звонила в центр, в КОВИД. Хотела помочь. Мне можно принимать, принимать сосудствующие заболевания, вот этот конкретный антибиотик. Я что-то там прочитал, там вроде бы, что-то связано с сосудей. Сколько, сколько. А я консульт принимаю. У меня и так все-таки начали. Суперка получается, суперка получается. Скажите, пожалуйста, как зовут вас? Валентина. Валентина. Вот я, сейчас Сергей Михайлович, наверное, что-то ответит. Но я вас попрошу, оставьте, пожалуйста, нашему оператору номер своего телефона, потому что, очевидно, вот сейчас в рамках эфира мы вряд ли что-то сможем назначить или сказать, да? Но мы с вами свяжемся. Не мы, а я попрошу об этом доктора. И, может быть, можно будет что-то посоветовать, порекомендовать. Совет один. Поликлиника, к которой относятся данные гражданки, надо обратиться в эту поликлинику. Объяснят. Не видя больного, пока не зная, какая ситуация, назначение все делают согласно методическим рекомендациям, если это ковидная инфекция. А может, там никакого ковида нет, обычная вирусная инфекция. Это сложно сейчас вот так вот судить. Вот, поэтому нужно обратиться именно к своему доктору поликлиническому, заведующему отделению. Есть специально горячая линия, есть специальный координационный центр, который, если нужно, направить туда бригаду и так далее и тому подобное. Тем более, коль такие отягощенные заболевания есть, тем более максимум внимания. Я думаю, что никакой здесь проблемы не возникает, все объяснят человеку. Я так понимаю, что человек еще и пожилой. Сергей Михайлович, могу попросить вас, вот я думаю, что это один такой звонок за сегодняшний эфир, который потребует все равно какого-то вмешательства. Может быть, как-то можно будет проследить через Минздрав? Ну, это же надо узнать, какая поликлиника. Да, чтобы именно человеку помогли. Да, я сейчас буду на штабе, на определенном совещании, которое я там просто все передам. Я надеюсь, вы нас слышите и оставили свой номер телефона, пожалуйста. Ну и в завершении, наверное, может быть, уже нашего разговора, симптомы заболеваний у того же коронавируса, их масса-масса вариантов. Вот все-таки на что нужно обратить особое внимание, может быть, родителям? В какой момент насторожиться, чтобы не получилось, как вот первая женщина нам звонила 10 дней и лечились дома, непонятно от чего? Дифференциального диагноза практически нету. Если брать про вирусную инфекцию, типа аденовирусную инфекцию, там, респираторную инфекцию, у этих всех инфекций есть катаральные явления в виде насморка и так далее. При ковиде это практически не бывает. Вот, все остальное один к одному, как при другой вирусной инфекции, то же самое и у детей. Поэтому дифференцировать бесполезно. Просто с учетом нынешней ситуации врачи знают алгоритм своих действий, знают обследование, вот. Ну и, наконец, эпидситуации. Кто-то в семье болеет, там, и так далее. Если там кто-то из взрослых вдруг болеет, конечно, надо сразу ушки на макушке, план дифференциального диагноза от ковида. Но это лабораторная диагностика, все поликлиники знают, участковые врачи нацелены. Со всеми проведены соответствующие учебы. Министерство этим всем занимается. А всем, я просто могу сказать, доверяйте врачам. Врачи совершают подвиг, героические поступки. На острие находятся всего. Работают. Не жалея практически ни себя. В ущерб своему времени, в ущерб своему здоровью. Поэтому доверяйте врачам, обращайтесь за медицинской помощью и не болейте. И соблюдайте все требования санитарно-педемиологических режимов. Носите маски и соблюдайте дистанцию в полтора метра. Да, да. То есть совершенно не пустые слова в настоящее время. Абсолютно. Сергей Михайлович, спасибо большое разрешите мне и от наших зрителей тоже поблагодарить вас за то, что вы сейчас на переднем крае. Это была программа «Звоните доктору». Главный врач детской инфекционной больницы Сергей Китайчик. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»